Порывы и засоры канализации – довольно-таки распространенная проблема во Владивостоке. Улицы города неоднократно попадали под канализационные реки и зловонный запах. В этот раз нечистоты добрались еще до одного района Владивостока. Если для жителей многоквартирного дома эта проблема не так ощутима, то для офисного здания на Народном проспекте по своим масштабам она близка к катастрофе. Редакция Риа Влад Ньюс попыталась разобраться в произошедшем. 1 декабря АО Владивосток Новости обратилась в диспетчерскую службу Приморского водоканала с просьбой отреагировать на потоп. В конце ноября подвал и первый этаж нашего здания начало затапливать. Это канализационные стоки. Причина – загрязненное колодце, которое находится во дворе дома Красного Знамени 121. Дом находится выше нашего здания. 1 декабря мы обратились в унитарное предприятие Приморский водоканал с просьбой как-то отреагировать и решить эту проблему. Мы написали уже письма в разные инстанции, в том числе и в прокуратуру с просьбой отреагировать. Специалисты предприятия водоканал приезжали, что-то на месте пытались сделать, но проблема не решена. До сих пор канализационные стоки поступают к нам. Уже затопли не только подвал, но и первый этаж нашего здания. Понятно, что на данный момент санитарно-эпидемиологическая ситуация практически на грани катастрофы. В пресс-службе Приморского водоканала заверили, что специалисты выезжали к проблемному участку ровно три раза. Но в связи с запаркованностью во дворе и стоящими столбиками промывочная машина КАМАЗ не прошла по габаритам. В третий раз, когда управляющая компания распространила листовки с просьбой жильцов убрать автомобили, кто-то последовал указаниям, а кто-то нет. Специалистам горканализации пришлось вручную двигать транспортные средства, чтобы решить проблему. 21 декабря устранили засор, извлекли большое количество влажных салфеток, тряпок, камней. Сегодня, 27 декабря, поступила вновь заявка в диспетчерскую о засоре на Красного знамени 121. Аварийная бригада выехала на адрес, но вручную засору устранить не смогла. Вызвали технику. На данный момент пробуем договориться с управляющей компанией, чтобы она решила вопрос с запаркованностью, либо срезала столбики. Поскольку промывочная машина КАМАЗ не проходит по габаритам, управляющая компания на контакт идет плохо. Вопрос с припаркованными автомобилями не решает. Редакция «Реа Владнюс» связалась с управляющей компанией, однако та от проблемы буквально открестилась. По их большой просьбе мы приехали, как бы для них сделали часть работы. К нами взаимодействовать на самом деле не очень желают. Листовки оставляли, сигнальную ленту вешали, под лобовое стекло под дворник. К каждому автомобилю сообщение засунули. Мы ничего не можем предпринимать по данной ситуации. То есть письмо водоканалу мы написали, в сводке он у меня висит. А дальше, ну просто, ничего от слова совсем. Во-первых, у нас сама система канализации в связи со СВО вся засекречена. То есть мы не только не имеем права туда везти, но еще сейчас это и наказуемо. Поэтому мы вот отвечаем только в зоне своей ответственности. От внутрянки до внешней стены дома. Дальше по логике вещей должна отвечать уже ВКУ водоканал. Также специалисты отмечают, что на сегодняшний момент нет свободных людей и средств на создание тех же листовок для оповещения граждан. Если они желают, чтобы я эти действия выполнял, то пускай заключит договор с управляющей организацией. Оплачивают нам часть своих средств, которые жильцы платят, исправно или неисправно, это уже их проблема. И мы будем заниматься этой работой, если договоримся. Получается, что пока Примводоканал и управляющая компания перекладывают ответственность друг на друга, страдает шестиэтажное офисное здание. Сотрудники которого буквально задыхаются от зловонного запаха. А впереди долгие праздничные выходные. Запах и так уже распространился с первого по шестой этажи. Сотрудники здания остерегаются, что по возвращении на работу в январе ситуация приобретет критический характер. Олег Завьялов, Анастасия Политаева, Денис Вадеев. Новости на восьмом.